Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем разбирать отрывок из статьи. В прошлый раз мы говорили про разницу между parental и parental. Parental – это родительский, а parental – это парентераль. И здесь у нас была фраза про родительское согласие, parental – consent. И вот здесь есть продолжение, и мы встречаем название организации. Кстати, обратите внимание, что название организации всегда пишется с определенным артиклем. И в нашем случае это The Institutional Review Board. The Institutional Review Board. Это, по сути, тот же самый комитет по этике, но в разные есть названия организаций в странах Европы и в Соединенных Штатах Америки. Так вот, этот IRB, или то, что мы видели как Institutional Review Board, это аналог Европейской Independent Ethics Committee. И вот, что пишут переводчики. В Соединенных Штатах Америки мы его переводим часто на русский язык либо как экспертный совет организаций, либо как экспертный совет учреждения. Используем вот такие аббревиатуры. Для Европейской организации, для Европейского комитета мы используем Независимый комитет по этике и аббревиатуру NEC. И вот здесь еще такая сносочка из интернета. Чем занимается этот экспертный совет? И какие у него есть синонимы, да? IRB, IEC или ERB. И вот он, его функции, что он должен делать. Этот комитет для того, чтобы защищать права, права и здоровье лиц, которые принимают участие в исследованиях. И это касается тех исследований, которые проводятся с участием людей. Вот такой интересный, опять-таки, нам пример встретился в статье. Поэтому, если это видео было вам полезным, обязательно подписываемся, ставим колокольчик, ставим лайки, ставим дизлайки, если уж вам не понравилось. Пишем свои комментарии, пишем свои предложения. И поддерживаем этот канал, поддерживаем мой проект, чтобы вы могли развиваться вместе со мной. Итак, друзья, до встречи в следующих полезных видео. И желаю вам успехов во всех ваших делах.